Я напомню, что мы вчера проводили с вами про ставки веса при фундаментальных веса и про ставки веса при фундаментных веса при фундаментах. но 1 1 1 1 Да, если n-1 штук, и третье мысы – это целые индексы отличия. С другой стороны, что обсуждалось вчера, что остатки веса с леанзами, которые есть леанз-1, 3 равно леанз-2, и так далее, после леанз-2, и это диаграмм-1, 2, леанз-2, а как я говорил, что леанз-2, леанз-2, то вопрос там как. Поэтому сойдет и наоборот. Можете подойти? Да. 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 Ну да, дальше нужно собрать друг с другом. Да, то есть у вас получается, что у вас есть такая дать, что у вас есть n-1 столбик с высотой n-1, mn-2 столбик с высотой n-2, ну и так далее. Да, давайте я поеду пример. Значит, у нас в кадре есть SL3 и SL3, да, и допустим у нас с вами представление ляанда, который есть, вес ляанда, который есть 5 омега-1 плюс 3 омега-2. Тогда диаграмма Юнса, которая есть ему, вес, соответствует, это вы берете столб с высотой 2, это омега-2, и рисуете его три раза. Да, то есть вот здесь у вас, соответственно, получается m2 столбик с высотой 2. А после этого у вас имеете 5 омега-1, значит, вы дорисовываете сюда 5 столбиков с высотой 1. Да, это у вас m1. Того получается ляанда какой? Да, в общем, в целом у нас получается, вот если я хочу, у меня такой есть тест, какая диаграмма Юнса, соответственно. И убирать. Следующий какой-то. А другие мнения есть? Да, вы сразу знаете, у нас m1 с высотой 1, да? Они уставляют точки, сколько не учитывают, поэтому мы про них забываем, да? И начинаем с m2. А наоборот, вот этот вот последний, товарик кем-1, он входит сюда, и выставляет картинку для одной диаграммы Юнса. Значит, ну, это более-менее, как разной точка, в чем разница между этим есть? То есть, все вот такие диаграммы мы получаем, в любом случае, вот таких висотках. Есть еще лямбда Юнса. Вот, вот, да? То есть, на самом деле, мы для SL никогда не получаем никакого лямбда Юнса. И причина этого, собственно, очень простая, да? Ну, давайте... Для весов EXCELLENT всегда... Для весов EXCELLENT соответствующие диаграммы Юнга. Нет. Вот. Ну, и причина этого в том, что в Басилен нету центра, нет вот этой единичной планеты, да? Ну, и, в частности, неприводимое, скажем, одномерное представление, это только одно, да? А для Желия, там, этот центр может быть по-разному. Ну, и поэтому, соответственно, их не нужно что-то больше. Но, в сущности, в сущности, все не так. Ну, они могут сейчас смещать, это правда. Но это вообще-то не важно, все можно прибавить. В принципе, да, в принципе, это правда. Ну, то есть, для того, что EXCELLENT немного меньше, да? И... Но, в целом, они более-менее такие же, как для Желия. Хорошо. В частности, мы можем давать последнее замечание, что вот эта разница, в частности, отражается в том, что... Бывает алгебра Ли же Ли-1? Да, это бывает. А С Ли-1 равно другим. А вот, конечно, отсюда к алгебре Ли-1. Ну, просто число, да? Просто как? Одномерная алгебра Ли, да? Которая просто... А какие у нее неприводимые представления? Ну, есть тривиально, но не обязательно, да? То есть, если диаграмма Ли-1 для нее выглядит, как... Вот такая вот строчка. Ну, и, в принципе, таких строчек бывает, да? То есть, в принципе, у этого представления одномерная алгебра Ли, да? То есть, мы должны сказать, каким числом действует... Да? Ну, нежели они... В этом одномерной алгебре Ли. Ну, если мы говорим, что число должно быть целым, то есть, какое-то причинение. Ну, чтобы можно было диспонентом делать. Ну, вот у вас любое целое число. Так? То есть, равномерное пространство и целое число. А для Ли-1, для Ли-1 никого нету, поэтому... Нужно вообще ничего не делать. То есть, такая есть разница. Вот эти числа вот, оно может быть отрицательным. Это, давайте, значит, лидическое отступление. Вот, давайте еще, чтобы закрыть долги с прошлого раза, мы с вами обсуждали... ...вспоминание с прошлого раза... ...клинично-мерное напоминаю. Это... Мы с вами обсуждали, что у нас с вами есть представление B, O, M, K, которое из Ли-1, D, K, O, C. Это, опять же, неприводимое представление для себя. Вот. Мы с вами говорили, что там есть старший вектор, O, M, K, которое есть внешнее произведение B, O, M, K. чтобы получать все представление. А мы с вами определили некий специальный класс матриц, а именно лямбда А, и я напомню, значит, эту матрицу, который все на диагонали равна. А здесь одна диагональ как не нулевая. Да, это значит сумма E и G, где E минус G равна. Это такая матрица наша. И мы с вами говорили, что они все коммутируют, и утвердили про укрептение с клеммом. Что это возьмем? К членам у вас у этих товарищей. Применим старшему вектору, что получим все представление. Скажите, пожалуйста, удалось ли кому-то это проверить? Да, как же происходит? Линии. Хорошо. В журнании диаграмма включите. но так ну хорошо такие вектора 1 опускать и примененная вот эту вектору в 1 1 ну скажем больше либо равно а2 больше равно а s дальше я скажу что у меня с меньше равно к а 1 меньше равно n минус к я беру сколько-то лям которых я представляю по неубыванию беру их в количестве не больше чем к вот и и они вот все они вот давайте первым делом скажите сколько таких наборов для фиксированных у нас еще солен и есть как да я хочу начать меня есть ограничение на и соответственно соответственно n минус к да и ну с не широко а самое длинное это это и так и и и и и и и и а а а ну давайте посмотрим давайте предположим, что у нас, скажем, для простоты k равно сначала единице а что у нас имеется? у нас тогда количество их не больше, чем один то есть k равно единице то есть с равно нулю, и с равно единице если с равно единице, то у нас одна штука, стремиальная а если с равно единице, то есть сколько? с равно единице . . . . Давайте что проделаем, это равно 2, это равно 0, это да, это равно 1, это да, это равно 1, это равно 1, это равно 2, а что дает ответ на вот выкинг? Значит, у нас 100 есть, у нас есть n-2, больше равно a1, больше равно a2, больше равно a1. Сколько таких? Здравствуйте. Вчера такое сделано на лекции, которое я встречал, это, собственно, размер химических сетей. Да, это равно, давайте в этом случае. Ну да, ну это, как вы говорите, да, такой, из n-1. Все понимают, да, как считать? Это совсем просто, да, то есть мы хотим считать количественных чисел, а 1 больше равно a2, да? Газовичка и n-2. То есть тут была строгая неравенция, да, тогда мы хотим пару чисел выбрать. Это был динамичный сенс, а n-2. А так, если мы взглянем вот этим единицом, то они там разные, да, но при этом n-2 они там не усадили. А это n-1. Это действительно эта сумма венамиальных процентов, но только вот не такие, да, а... 1 там плюс n-k 1, n-k плюс 1, n-k плюс 1, 2, ну плюс и так далее, плюс там. Ну а это не самый простой тайный число. Ну так тоже можно, эти суммы сложат, что-то очень простой. Давайте, может, я это переговорю, может, мне станет лучше. Давайте я нарисую, давайте нарисуем диаграмму Юнга. Здесь строчку A1, здесь строчку A2 и так далее, строчку AS. Получим диаграмму Юнга, да? Скажите, какие диаграммы Юнга так и получаются? Значит, поскольку есть условие, что A1 меньше или равно n-k, да, то я могу, значит, здесь написать... А S меньше равно n-k, да, то есть я вот здесь нарисую n-k, а здесь нарисую k. То есть, снимаю диаграмму Юнга, пишутся в прямоугольник k на n-k. Вопрос теперь следующий. Сколько диаграмм Юнга вписаны в прямоугольник k на n-k? А принять вас в руку, кто знает ответ на этот вопрос. Впадает, значит, еще одно место, которое, если вы в моих лекциях запомните, то про все, что можно забыть и чувствовать, что мы в прошлом не зря. Такой вопрос, который вырезает во всех областях математики, а именно диаграммы Юнга, которые вписаны в прямоугольник размера k на n-k. Ну, скажите, какие-то слова. Скажите, какие-то слова. Кто-то там деминальный коэффициент, да? Значит, и количество деминальный коэффициент, да? А как это происходит? Если мы начнем, скажем, отсюда и отправим все сюда, то мы диаграмм Юнга ее границу описывать, как идем мы вверх и идем мы вправо. Нам надо как бы сказать, у нас всего 6 k с необходимостью делать подъем на единицу вверх, а путь он в длине n. Но там сказать, на каких хагах мы принимаем тебя. а получается что количестве второго кара это точности размерность применить самый большой индекс который можно получить нам нужно применить его к самым большому индексу когда мы применяем нам нужно его уронить на в отдельности на каждой из внешних со мной я помню что и 1 это в и 2 и 1 применение 1 самый большой кавычки внешний маном порядок мы берем какой-то маном мы смотрим самый большой индекс, который в принципе есть в нем оно больше, если самый большой индекс больше самый большой индекс давайте посмотрим какой-то самый большой индекс может быть но мы должны быть самым большим в 1 применить к самому большому индексу дальше там большое здесь это 2 там большое здесь это к минус 1 и так далее вплоть до а с плюс к минус с ну а остальные это к минус с 1 да, самый большой маном который получается в результате применения вот этого товарища к старшему вектору вот он тут да, поэтому все вот эти граждане они не зают все каплюс от 2 минус 1 каплюс от 2 минус 1 да, это мы соответственно применяем вот здесь у меня есть вверх а минус 1 я к нему применяю лямбда 1 2 да, получается каплюс от 2 минус 1 таким образом все вектора либо звездочка линейная независимая мы просто еще раз потому что все старшие большие маномы, которые мы получаем от таких, они определяются просто вот отмечителками 1, 2, а 3 да, а разные они независимые а их количество это размерность размерности ну все, поэтому соответственно мы не просто доказали вот эту структуру, но еще и построили базис в нашем пространстве через действия в данный заветер что теперь два раза два из не произведений в один байка а есть стоять и применение вот этих вот да это двадцать двадцатый раз в байлисе не в одинаково количестве здоров но вот эти в байлисе в основном стоит это первое проявление того что мы будем сказать дальше но уже для вполне тренированных снежных спиней это некое содержание глубокое то что вы хотите применять одно разное лямб и домой домой вершину да или что вы хотите но давайте скажем аккуратно выговорить в принципе это можно сделать но значит я как я хочу я хочу вот знаете чем примечательно вот такое да тем что у меня здесь ровно c-1 и 2 которые как бы не сдвинулись смех да если мы будем применять в принципе мы могли все эти лямбы уронить на одно но цену заплатили это то что у нас много векторов да давайте будем разделять все наше пространство на то сколько вторых длинули это вариант который для того чтобы сдвинулись как можно больше нам нужно каждое лянда применять ему порядок действительно вы правы аккуратно давайте еще первым делом следить за тем сколько вторых линдов больше вектор как можно больше вторых реально это вот вот этому числу меня позицию как максимум векторов давайте таким двином я поставил кавычки это рассуждение делать аккуратно поговорить порядок да ну а мысли в том чтобы разбить на линии еще вопрос комментарий сейчас надвините бесконечно если есть то то что про 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 ну хорошо, если вопросов нет, к этим лямбам мы сегоре вернемся а пока давайте я коротко напомню, какие основные бесконечностные объекты у нас появлялись с вами теперь бесконечностные методы я напомню, что мы с вами начинали с этого пространства V, которое есть бесконечным которая изменена оболочка V1.2 и мы с вами определили пространство V1, V2 и так далее они стабилизируются в том смысле, что это V1 значит, это наше V и мы с вами разложили V в прямую сумму Fm в частности, что это складывание полнарядом и здесь у нас V1 A равно M минус A при A в V1 в частности у нас есть вектор вакуумный M, который лежит в ВП стабилизируется с самого начала вот ну и еще мы с вами разложили каждый Fm Fm в целом вот хорошо теперь дальше мы с вами определили вершин неонстатор да я это более конкретное мнение так что такое что то курс одежды лениноболочек VY имеющего N и размерность фактора U по этой лениноболочке Я немножко в другом виде его давал, но согласны ли вы, что это был просто раз, есть какие-то возражения Хотите, можно забыть, что был просто раз, но если вы хотите с анонсом, то не скажите Я просто раз говорил, что он содержится в похожем пространстве, но можно договорить, что вот таким вот Если есть возражение, скажите, нет, вы не считаете, что мы так определили и так будем работать Хорошо, кстати, для дальнейшего удобства введу такое обозначение Это возле оболочка VY имеющая равновесие А что такое специальное пространство в нашем тестах? В частности, это UEN, оно, естественно, лежит в обозначении Да, просто там, ну, по-тревяне, точнее Вот, и давайте я дам дополнительное, чуть более деликатное определение Или просто SGBM Ну, даже не определение, не дадим, что здесь обозначение Обозначение То есть в миниан-сатан Есть несвязанное объединение по n и z И таких M, как у миниан-сатан Где M, это не такой гидро А вот, собственно, вот этот размер Снежу перрием Поедет такой ку, что Что-то такое n То n влоге на у А так-то размерный То есть у нас размерность конечная А мы хотим сказать, что вот Это размерность, это точность M- Да, заметьте, что у нас не голосовано А если вы возьмете разность Если у нас у содержит у n То у содержит у n-1 Да, но это, конечно, согласовано с этим Потому что, так сказать, здесь этот предмет И нужно увеличить Хорошо Значит, в частности Пример Пример То М И В 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 Ну И Вот Хорошо 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 Ну 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 Значит, почему Это полезно Давайте мы Соединим вот это с этим И Я напомню, что мы с вами обсуждали, что в конечномерном случае имеется Так Называемое Соотношение Уважение Бюнкера Да А А А А А А А А Ну Давайте Это Выговорим А 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 С А 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 понимание вы понимаете вот такие внешние произведения она очень похоже какой-то плотный они в нем лежат и остаток конечномерный давайте вспомним то, что было вчера а именно про обычное где у вас выбрали багетт в пространстве это пространство во внешнее произведение кинфайс в идеале это у так то есть хочется просто точности перенести конечномерную конструкцию на чешмечный мир почему почему сейчас предложение понятно предложение что нужно сделать давайте что мы хотим вот мы берем точку то есть это что я знаю что я знаю в н в н в н 2 и так далее для какого-то большого н просто по определению у нас у содержит вот это у н а у н это у н это это м минус н м на самом деле можно представить как векторов давайте как обозначим у 1 у м минус н это вот это дополнение то у н да и соответственно в н в н минус 1 согласны да я просто переговорил вот это условие потому что фактор у н это м у нас имеется такой слотный набор векторов в н в н и соответственно конечный набор векторов добавить чтобы вот теперь я хочу это могу поставить какой-то элемент про активизации fm как это я напомню еще раз что как мы с вами действовали конечномерной ситуации мы брали точку в герсманиане это было сколько примерно процентов брали байдер да как написать что написать какое точку здесь и взять как еще прям мы вот поставим просто у 1 м м м м и записать это все осталось все осталось здесь нужно поставить подразовые кнопочки и напомню это назначает прямые прямые у которых содержится данный вектор лежит в пространстве fm почему как вот это выполнено условие вот это выполнено условие вот единственное понятие равно 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 минус н плюс один да вот эти м ухватим то они тем же заканчиваются на вот есть вопросы если вопрос нет то у меня есть контроль на вопрос пространство сначала м где друг куда она переходит у м у м все вы поднимите пасы и держите поставьте на пасы чтобы рука не устала я хотел просто смотреть примерно хорошо я правильно понял спасибо опустите пожалуйста но давайте для тех кто не поднял руки это полезное место это м это все вектора в пространстве которые имеют оболочки всех м значит что нам говорит эта конструкция это м это м никаких ушек нет а есть одни сплошные в м ну а тогда это просто внешнее произведение в с индексами м это просто это пространство оно переходит просто прямую содержать то есть на самом пространстве да вот на фмк а на многообразии это это прямо не скажешь но стиле того как вы говорили когда у вас буквально человек а нет и я помню как года и похоже но а а вот Эта энергия не имеет смысла, потому что у вас каждая точка Эта энергия не имеет смысла, потому что каждая точка Кстати, еще для тех, кому хочется что-нибудь более продвинутого, можно вернуться к задаче v, омега, k и нашим представлением как c лямбда 1, лямбда n минус 1 Разошел вопрос про энергии Давайте рассмотрим наше пространство v, омега, k Давайте его тоже разобьем по энергии А именно скажем, что вот это есть прямая сумма v, омега, k от s, s больше 0 Где элементы v, i1, внешние v, i, k составляется в число s, которое равно i1 плюс i, k минус 1 минус 2 минус 2 В частности, чтобы это было 0, нужно, чтобы вектор был старше Знаете, кто-нибудь, я напишу q-размерность этого дела А именно сумма с на размерность v, омега, k s Что это такое? Вãher Путались не просто. И что у нас? С конечным Все себе А венда В Kind Мне В данном случае эти i, они не с единичкой, и n. Вот если у этого ограничения не было бы, у нас получалось такое бесконечное. А знаете кто-нибудь, что получится в этом случае? Пусть я подвесил? Вопрос для тех, кто хочет подумать. Хороший вопрос. Мне сейчас осталось примерно 25 минут. И осталось второе занятие. Давайте я сделаю следующее. Чтобы у меня особо чистить совесть, чтобы у вас была в голове картинка о том, к чему все это приходит, и к чему этот ограниченно-мерный переход интересен, и что новому он дает ограниченно-мерность. Давайте я сделаю следующее. Если я проведу одну большую и главную акцию, то я скажу опытный сангук, который не претендует на то, что будет понятно, куда следует. Просто вы понимаете, какие-то объекты возникают, и к чему он может пройти, если обсуждается в 7 месяцев раз. А дальше, если с вами все продолжим наступление, в подробном случае. В случае понятно? В случае понятно. Давайте я сделаю еще одну. В связи с работами SATA, что не видно, название следует. А в связи с одной забавной вещью. Давайте напишем на угрожение. Все слышно? Да. Вообще. 互. Лего вне. У. И. Он тех. У. 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 Таким образом, если. Вот, значит, ну, это понятно, что непонятно, откуда это называется уравнение к Атамсу в Пиашвизе. Крастиона обозначается кафе. Вот, и насчет такой уравнения по разным причинам, у него есть совершенно физический смысл, поэтому плазму описывается или еще что-то, я, честно, плохо это понимаю, никак не понимаю. А с другой стороны, у него есть масса приложений в геометрии, там оно описывает разные структуры клонической теории поля, оно там возникает при впечатлении всяких структурных модных кривых, а вот эти какие-то сталпункции удовлетворяют эти структуры. Вновь что-то встречается, но, казалось бы, причем дифференциальное уравнение отсутствует переменная с Y, потому что мы говорим. Вот, значит, а вот причем. Значит, если помните, мы с вами обсуждали, что у нас есть с вами, то есть у меня НКС, и мы его вкладываем в проективное пространство ВОВК, то образ описывается логатическими соотношениями . Помните, мы писали с вами такие уравнения на X и Z, которые назывляют точки X. Ну, эти графические выражения можно явно написать, там непривиально, но вполне конкретно. можно задать этот вопрос. Мы с вами только что построили вложение, да, в реферизацию полуспешных форм заряда M. И можно задать вопрос, как описать этот образ? И на этот вопрос есть ответ, который мы с вами стимулируем. Ну, ответ он на каких-то терминств он у нас дается. Это некое уравнение на вот эти вот переменцы в RFM. Надо там формулировать какие-то прямые или какие-то точки. Там формулируем. Ну, ответ это тоже какие-то квадратичные выражения. Опять, сейчас я откажусь, мы дадим точную формулировку. Вот. Пока, конечно, непонятно, какое отношение это имеет с суперенциальным уравнением и все переменные. икс там, икс там, икс там, икс там, икс там, икс там. Вот. Теперь, что специфичного, что особенного вносит, конечно, в том, что мы с вами фм, сказали, что это очень похоже на лямбда полнагранилия в бюс м. Цель-канин. Ну, я так схематично пишу. Вот. Оказывается, что вот это пространство, вот мы тут уже сказали, что в этой конструкции, вот здесь вот у нас с вами были лямбды, которыми что-то коммутировали, и мы могли вот эту вот внешнюю степень получать 10 многочленов от лямбд на остатки везда. Дальше. Здесь имеется подходная ситуация, а именно, что вот этот вот fm можно осуществить 20 многочленов от некой звуц. Это было по-прежнему лямбда. Это было по-прежнему лямбда, но поставлю в предательном штуке, если у вас свежие традиции. Да, и хотите, я… Кстати, я вот тут вот так и выберу, для выходных 2 или 3. Да, то есть есть способ отопрестить вот эту вот полубесконечную форму с пространством к членам свежего бесконечного числа переменных. Да, вот это мы сейчас обсудим, это называется подробно-фермионное соответствие. То есть, такое хитрое, ну, хоть не один слой, наверное, не довольно конкретное, но среди менее хитрое пространство, мы это взялись просто с многочленами бесконечным соперением. Да. Ну, мы, как вы сейчас сказали, точнее, нет волшебных будет делать соответствия, но если сказать про то, что это бесконечное пространство, бесконечное бесконечное число переменных. Как лекарный пространство. Вот. Ну, просто если так, просто написать, что в этом будет мало, то есть, потому что в марки нужно немного, вот это и конкретный список. Вот. А дальше, что получается? Мы получаем, что уже с миниан-фатором сложена структивизация многочленов вот бесконечных места переменных. Вот. Хорошо. Ну, что такое вложение? Ну, и дальше можно кто-то лет спросить, как описать образ? Это вопрос. И ответ довольно любопытный. Получается, что ответ формулируется в терминах решения некоторой системы документами сравнения. Одно из этих сравнений написано здесь, но, в принципе, там, конечно, много уравнений, и, ну, вы можете считать, что это не какие-то хитрые формы, внешние произведения и так далее, а это просто честные функции от бесконечных сопеременных, и на них пишут какие-то уравнения, которые можно явно написать. Почему на ростное время пришло восхищение от этой картинки? Потому что, с одной стороны, вот вам даны хитрые уравнения, консенсиальные, там, АП, или старшие аналоги, и вы можете с помощью всей этой алгебрической науки, алгебро-геометрической науки решать их строить решения. С другой стороны, можно и с другим стороны действовать, а именно, что получается, что хитрые объекты, то есть есть, но ключевое слово, опять же, в курсе, он вверх с набираторами. Вот, ну и давайте, чтобы, опять же, снять с себя камень с души, я напишу эту фамилию здесь, это Танда, Мива, Джимба. Это все японцы, основном из Киота, частичной стокио, которые, значит, разработали через науку, но потом к ним присоединилось много раз от другого народа, но в в первооткрывательном чеке. Хорошо, давайте будем считать, что я примерно описал. Чего точно не успею рассказать, давайте я расскажу, что о том, что рассказали. Одно из любопытных проявлений, опять же, которое меня лично очень радует и для меня в этом случае оказывает какое-то такое высшее проявление математики и всего прочего, а именно то, что, как бы, это неожиданные вещи, которые приходят из физики, из геометрии, откуда-то они проявляются, ну, в том месте, перед задачей, что мы, в общем, не понятно, что у вас будет, да, но когда мы, там, строим металлебры ли, как исполнено и так далее, оказывается, что эти два тех, они нужны для решения функциональных сравнений, где, там, плавно, в линии, как он перейдет и все что-то. Значит, такое удивительное свойство, которое показывает, что эти они достойны думы. Давайте спустимся с небес на землю и вернемся к полным конечным формам. Давайте я описываю несколько операторов, действующих на ФМ. Значит, сейчас наша цель будет построить вот это соответствие, отождествление ФМ, для этого нам понадобится некий оператор, который, естественно, на ФМ действует, ну, который образует разные алгебры ли или алгебры ассоциативные, которые там появились. Значит, давайте несколько довольно простых замечаний, но полезными ввиду. Значит, первое, если у нас есть V и V, то я могу этому вектору, я напомню, что V – это просто конечные комбинация вторую и вторую и и. могу поставить оператор V с а звездочкой, в шапочкой, которая на не на каждом я, в таком владею я не знаю, а я применил его в сектор V1, V2 и так далее, в это было понятно пример если я возьму в 3 и читать в крышечке умножить на 7 вытравно доверил на ну вообще говоря это более В 3, возьму В 3, возьму В 3 умножить на 2. Хорошо, давайте такой вопрос обсудим. В и вектор В и В, возьму оператор В внешне на В, или же В внешне на Г. Как они другим связаны? Не внешне, а композиции, да? У меня есть оператор В и В. Я возьму их определение в одном порядке и в другом. Как связаны сюда определения? Простите? Да? Сумма равна нулю. Кстати, я пишу по-другому, что В В плюсик. Ну, это обозначение в скобочках. Это в одном порядке и в другом порядке. Плюсик, в одном порядке. Плюс, другом порядке. Это суперкоммутация. Да? Да? Вот это есть. Хоть по определению ВВВ, а в другом порядке ВВВ. Отлично. То есть это антикомутирующие операции. Наконец, последний вопрос. Как он использовал? А второй будет полезен, вот если я возьму В и применю к вектору ВВВ. Вот знаете, у меня всего НЕВ разбито в прямой сумму ФМов. Давайте я возьму в качестве вектора, вектор СФМов. Какое, можно сказать, что получится такой вектор СФ, но, может быть, можно чуть точнее сказать, какой НЕВ. Заряд. Да, то есть у нас просто ВВВ уважает по зарядам в том смысле, что он воздвигает на 1. Ну, и по тривиальной причине, да, мы с графическим удерживаемся. Хорошо. Значит, это называется оператором внешнего умножения по-английски . Вот. Значит, это одни операторы, а еще, точнее, другие операторы. Давайте возьму, возьму ВС звездочкой, но только это не все двойственное пространство ограничено двойственным. Это линейная оболочка элементов ВС звездочкой. А ВС звездочкой – это функционалы двойственной КВИ. То есть ВС звездочка прожитая – это дельта И. Хорошо. То есть у нас с вами есть, берем элементы двойственного пространства, которые на базе в секторах равны нулю или единичку. Ну и, соответственно, берем вот эти в качестве ВС звездочкой. ВС звездочкой часто означают все двойственные, все двойственное пространство. Но поскольку это бесконечно-мерная ситуация, то всегда надо быть осторожным. Все двойственное пространство очень большое. Мы по-прежнему хотим, чтобы оно было такого. Сенсиональные долги. Вот. И давайте определяем. Если я возьму ВС звездочкой, поставим в оператор ВС шапочкой, то это все равно следующее. Значит, если я беру, применяю ВС и ВС и ВС и так далее, то это будет Ф от ВС на ВС и ВС и так далее, плюс ВС и так далее, минус Ф от ВС и ВС и ВС и так далее, плюс Ф от ВС и ВС и ВС и ВС и так далее, минус Ф от ВС и так далее. Понятно, да, формула? Значит, мы берем наше Ф, она по каждому вектору выдает число. И у нас там будет такая бесконечная сумма. Здесь стоит число, значение Ф на 1 муку второго. А дальше стоит внешнее впечатление всех муку второго кроме. Ну, и так следует. Спросите? Вот. Я просто прямо хотел спросить вас, почему она конечная. Знаете ли кто-нибудь? Спросите, она на конечную, а на конечную или кубинару? Я специализирую линейную комбинацию, линейная комбинация. Да, да. В какой-то момент есть максимально много стандартных. Понятно, что в какой-то кубинар? Ну, я не знаю. То есть, видите, мы попросили, чтобы это была линейная оболочка второго, да? Линейная оболочка значит допускать, чтобы конечная линейная комбинация вы не кондируете. Ну, это означает, что если мы пойдем и f отсюда, то оно будет только на конечном числе и нулевом. То есть, вот здесь у нас есть такой хвост, который начинает с другого земельского. Ну, и на почти всех элементов этого хвоста, это f. как определение. Да, может быть, давайте пять пример. Вот если я возьму кальчик-диверк, выйти со звездочкой. И хочу применить f шапочку вектору v1, v2 и так далее. То скажите, пожалуйста, что мне положено? Я не аду, как бы f, а просто войска на каком-то байке. Скажите? Да, то есть это либо ноль, если и а т не равно и в любого а, и плюс-минус 1, если такое… Минус 1 в степени а минус 1, если и а равно и. В и а минус 1, если у вас найдется, если у вас найдется в и а т среди ваших анонсов, то оно его выпусывает. Да, и и плюс-минус 1. Наверное, а у нас это абсолютно пусто. В и А плюс 1. Спасибо. Это совершенно не так. Если обвязать, то оставлять простыню. А если нет, то соответственно номер отец просто нет. Вот. ну в частности и со звездочкой, шапочкой, вот вектор 2, к чему работают? ну здесь вот оно как бы просто внутри шапочки я найду, делаю тройки, а здесь наоборот вот и свойство, значит если у меня есть F в шапочке применить спектру СФМ, то я куда попадаю совершенно верно а теперь это первое свойство, а второе свойство, скажите пожалуйста, если я возьму F со звездочкой с шапочкой и наоборот, выжить я со звездочкой с шапочкой, не боюсь я со звездочкой с шапочкой, то как связано с его врагом? ну давай, как раз ну давай, как раз ну давай, как раз ну вот ну 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 ну